Добрый день, сябры! Привитание вам с Беларуси! У нас сегодня первый день без дождя. Это такое счастье гулять по саду, получать удовольствие от того, что ничего сверху на тебя не капает. Да и розы тоже уже бедные, настрадались. Дожди, дожди. Сейчас перед вами роза Асиана Тантау, 2016 год. Это клаймбер. Клетистая роза вырастает до трех метров. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь цветок, который уже, ну, все, осыпается. Вот насколько он выгорает, как меняет цвет на солнце. А вот только-только распустившийся цветок. Ну, уж не знаю, то ли погодные явления, то ли что, но цветы в этом году на Асиане мелкие. В прошлом году были 12-14 сантиметров, огромные такие цветы, а в этом году, вот вы видите, мелкие. Но роза очень ароматная, блестящая, здоровая листва такая, хорошо наращивает куст, пускает базальные побеги, прекрасно цветет. Цветок держит 3-4 дня, не больше, все, и осыпается. Вот, но после дождя не повисает такими вот тряпочками, как очень многие розы. Нет, я вот смотрю, это, конечно, роза для ароматного сада, и ее нужно высаживать так в небольшую полутень, чтобы не сильно выгорало и не очень быстро осыпалось. Первый цветочек розы Валеншпиль, очень приятного такого нежно-розового цвета. Бутон туго набитый, плотный такой. Роза выдержала все дожди, стойко. Но вот посмотрю, распустится или нет. Что будет дальше, вам расскажу. Рядом с ней роза шанека-блензерин. Вот кому все ни почем. А идут дожди, не идут дожди. Замечательно ей в любом случае. Очень выносливая роза. Очень устойчивая ко всем погодным неурядицам. И жару, и дождь. И вот, смотрите, цвела-цвела, уже, наверное, цветет недели три. И еще сколько бутонов она будет цвести. Роза Пульман Ориент Экспресс. Красивая роза. Да, она недолго держит цветок. Очень ароматная, кустик красивый, листва здоровая. Цветочек держит где-то дня четыре, не больше. Ну и не очень хорошо выдерживает дождь. Вот цветок после дождя. Но когда она попадает на хорошую погоду, это просто сказка, а не роза. Продолжается цветение и виги пассив лорибунды. Рядом с ней что-то непонятного сиреневого цвета. Ну так оно тут красиво прижилось. Все. И, наверное, и останется. Пускай. Роза Бордо. Эта роза, мне кажется, цветет уже дней десять. Она застала все дожди. И яркое солнце. И все ей нипочем. Огромное спасибо Галине Ганзен. В саду, у которой я увидела эту розочку. И приобрела, посадила себе. Очень довольна. Эта роза первого года посадки. Ну, куст нарастила красивый. Цвету розы глубокий такой, сочный. И посмотрите, еще сколько бутонов. Бутоны не загнивают под дождем. Очень красивая роза. И очень выносливая роза. Продолжается цветение розы Марвел. Очень она хороша. В такую вот пасмурную погоду. Потому что она быстро выгорает на солнце. И теряет вот эту свою такую оранжевость. Становится желто-бледного такого цвета. А сейчас все видно. И вот эти мазки художника, штрихи на ней. Ароматная роза, красивая роза. Обильно цветущая роза. Вот сейчас перецветут эти цветочки. Новые бутоны зацветут. И это вот счастье не прекращается все лето. Цветение розочки Марвел. Перед вами распустившаяся ветвь розы Мартин Лютер. Иногда ее можно встретить под названием Сириус. Посмотрите. Дожди. Солнце. А насколько она красивая. Она когда распускается такая вот немножко со сливочным таким вот цветом внутри. С таким вот нежным дыханием внутри. А вот потом показывает тычинки. Я знаю, знаю. Не все любят, когда роза показывает тычинки. А я нахожу особую привлекательность в таких розах. Потому что вот сами эти тычинки. Это так красиво. Ну правда. Посмотрите. Роза долго держит свой цветочек. Прекрасно выдерживает дождь. Солнце. Роза из одних только достоинств. Да у нее и листва красивые. И куст красивый. И каждый в отдельности цветочек красивый. А цветет она такими вот шариками. Красивая роза. Когда путешествуешь по садам розоводов, видишь красоту роз, которая просто ослепляет. И конечно же не очень принято показывать некоторые недостатки в саду. Но мы же понимаем, что любой сад состоит из достоинств. И есть небольшие шероховатости. Порой даже не зависящие от людей. В моем случае вот эта роза Маруся. Красивая роза. Вы посмотрите, какая у нее красивая листва. Да, какой красивый куст. Но если пошли дожди, роза превращается в нечто несуразное. Эту розу я приобрела, ну как, мне магазин Беккер прислал пересорт. Шесть кустов вместо роз Остина. И после дождя она подгнивает. Что бы ни делал, эта роза только для теплиц. Ее нельзя высаживать в открытом грунте. В магазине Беккера она сейчас продается под названием «Зеленая». Ой, сложно работать с этой розой, и у меня заканчивается терпение. Но если цветение этой розы попадает на солнечную погоду, то краше, чем эта белая роза в саду, просто нет. До чего она может быть красивой, если нет дождя. Но мы живем в Беларуси. Дожди у нас достаточно часто. Поэтому цветение Маруси за 4 года красивое я наблюдала только один раз. Юбилей принца Монако – это уже просто роза-бестселлер. Роза без всяких проблем выдерживает жару, выдерживает дожди, выдерживает, возможно, не очень правильный уход. Очень такая устойчивая роза к различным заболеваниям. И самое главное, она очень красивая. Но, наверное, мало можно найти роз, которые были настолько же прекрасны, как принц Монако. И он прекрасен в любом состоянии. Вот при отцветании, вот он такой. Даже серединку показывает. А все равно красиво, когда только бутончик планирует распуститься. Он такой вот, вот в полураспуске бутончик. А потом сам осыпается и не висит тряпочками на кусте розы. Просто прелесть они роза. Мне кажется, вот она смотрится и в одиночной посадке красиво. А если много кустов этого сорта посадить вместе, это же будет просто шедевр. Перед вами роза императрица Фарах. Цветочек в полураспуске. Очень красивая роза. И она красивая на всех стадиях цветения. Когда чуть дольше она распускается, цветочек становится более розовым. Когда очень долго цветет, вот эта розовинка выгорает немножко на солнце, а все равно роза красивая. Вот этот вот цветок цветет уже две недели. Можно было бы его оборвать, но я смотрю. Ну вот если это близко рассматривать, то, наверное, да, появился краб, и роза потеряла былую привлекательность. Но если не сильно вот вглядываться в эту розу, да, а просто как акцентное пятно в саду, ну это же просто фантастика. Вот посмотрите, до чего красивая роза. Правда, тут же стоит отметить, что роза очень высокорослая. Вот сейчас она вымахала уже где-то метр семьдесят. И очень важно правильно ее обрезать. Вот видите, такая ярусная обрезка. Она цветет вверху, в среднем ярусе и в нижнем ярусе. И вот еще сформированы бутоны для цветения. То есть роза постоянно будет цвести на разных ярусах. Это для императрицы Фарах, это очень важное условие. Потому что я знаю, ее ругают в садах, ругают за то, что она цветет только сверху, вырастает очень большая, цветов не видно. Нужно правильно ее обрезать, и роза покажет себя во всей красе. И это при всем при том, что эта роза, ее цветение попало под все вот эти погодные, такие неприятные явления. Ну розочка, смотрите, ну боец же! Красота! И будет цвести и так до сентября. Первые цветы розы Double Delight. Очень ароматная роза. Ну просто очень ароматная. Она очень красивая. Некоторые путают ее с юбилеем принца Монако. Вот, это намного ароматнее и намного больше цветок. Люблю и ту розу, и эту розу. Они у меня растут так неподалеку одна от другой. Обожаю их. Роза Land Lust. Роза цветет уже где-то дни 10. Это точно. Со временем я на листиках появляется небольшой такой краб. Ой, а мне так нравится эта платьица в горошек на этой розочке. Ну, не могу ее даже критиковать, потому что она всегда красивая. Вот и цветет обильно, и цветок держит долго. Роза для каждого садома. Рядом с розой Land Lust у меня растет Midsummer роза. Очень устойчивая роза к солнцу. Не горит на солнце и хорошо переносит дождь. А также здесь растет роза Hansenstadt Rostok. Рядом с розочкой Land Lust. Очень красивая получилась композиция Midsummer, Hansenstadt Rostok и Land Lust. Midsummer этой композиции добавляет яркости. Land Lust постоянно балует цветением. А Hansenstadt Rostok делает плавный переход между Land Lust и Midsummer. Мidsummer радует своим цветением Lava Glut. Не устаю делать комплименты этой розе. Ей все нипочем. И слава богу. А я только радуюсь, глядя на нее. Неподалеку от Lava Glut розы растет роза Cherry Girl. Какой же нежный цвет этой розочки. Прям вот как невеста стоит такая красивая. Вот тоже расцвела в дождь. Но вы посмотрите, ничего с ней не произошло. Ну вот люблю такие розы, которые не доставляют хлопот. Долго держит цветок. Очень слабый, конечно, в этой розе аромат. Но зато внешний вид прекрасный. Ну и что дождь? Ей все нипочем. Роза Sweet Honey. Тоже ее светение попало под дождь. Роза первого года посадки. Но мне нравится. Пока она меня балует. Не капризничает. Не болеет. Цветы не горят. От дождя не портятся. И такие красивые реснички. Ой, такая романтичная красавица очень. Перед вами розочка Кайлайни Пелос. Розочка очаровательная малышка. Не планируется, что она вырастет очень высокой. И я не ожидала, что цветочек будет. Вот здесь диаметр где-то сантиметров 7. Мне казалось, это так, сантиметров 5. Такая будет небольшая флорибунда для патиузоны. Нет. Кустик наращивает очень быстро. И сам по себе цветок красивый. Несмотря на то, что показывает реснички. Но мне так нравится. Я уже несколько раз к ней подходила. Думаю, ну познакомлю моих подписчиков и гостей канала с этой розочкой. Ну красивая достойная роза. И все ухожу, ухожу. Думаю, пускай вот пройдет дожди. И тогда я покажу вам, как она держит дождь. А прекрасно держит дождь. Ну что, друзья, я просто ликую. У меня распустился первый цветочек Бенджамина Бриттона. Он еще, конечно, малюпасик такой. Но я уже чувствую его прекрасный аромат. Друзья, ну что, мы с вами погуляли по моему саду сразу после дождя. Мне так понравилась ваша компания. Спасибо, что провели это время со мной. А на сегодня у меня все. До свидания.